Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим на очень интересную тему, а именно, что же должен на старте знать андроид-разработчик. То есть, вы решили заняться андроид-разработкой, решили изучить, собственно, андроид-разработку. И тут, конечно же, голова начинает ехать кругом, потому что вообще-то в одну сторону кидаешь это в другую, и всего много нужно знать, и из-за того, что нет понимания в структуре, то есть, что нужно именно знать на старте, чтобы иметь уже первоначальный какой-то результат, происходит множество проблем, и очень часто происходит некое такое выгорание, после чего человек уже на старте уходит со своего пути, а именно стать андроид-разработчиком, несмотря на то, что, возможно, это и его профессия на самом деле, и, возможно, у него была классная идея создать свое какое-то очень в будущем успешное приложение. На рынке, а именно на том же Ютубе, 90%, ну, может, не 90%, а 80% точно, 80% роликов содержит неактуальную и неправильную информацию с неправильным подходом, потому что, к сожалению, не каждый человек может быть нормальным преподавателем и правильно рассказывать, правильно преподносить материалы и правильно обучать людей. А в сфере программирования это еще очень усугубляется, потому что, как правило, чем сильнее разработчик по своему уровню, тем хуже он может рассказать и преподавать. Такие проблемы. А единицы лишь могут правильно преподавать, потому что тут нужно иметь преподавательские навыки. Итак, давайте мы начнем. В этом видео я вам расскажу, что вы на старте должны понимать в андроид-разработке. Итак, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему андроид, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне. Если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится, и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно. Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на андроид-разработчика. Я вас обучу на профессию андроид-разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Я думаю вы знаете, что мобильное приложение состоит из экранов. Ну это понятно, то есть мобильное приложение состоит из экранов. Существует множество реализаций, но мы будем сегодня рассматривать самую популярную реализацию. То есть как это происходит. Вот перед вами тот же приложение, там ВКонтакте, Инстаграм, что хотите берите, оно одинаково. Допустим вы открываете экран, перед вами собственно главный экран вашего мобильного приложения. Далее внизу есть панель навигации, при перемещении по этой панели навигации у вас сменяются экраны. То есть как это выглядит со стороны обычного пользователя. То есть у нас есть один экран, мы что-то нажали, перешли на другой экран. То есть это изолированные разные экраны. Пока по факту в современной разработке существует один экран, который сформирован, да, создан в формате в виде Activity. Как правило это же Main Activity, то есть то Activity, с которого запускается ваше мобильное приложение. И в зависимости от поведения пользователя, в зависимости от того, что он делает на этом главном экране, который загрузился при запуске мобильного приложения, происходит загрузка различных фрагментов. То есть по факту у нас имеется один экран, но исходя из того, что делает пользователь, на что он нажимает, можно относиться к этому так, что запускаются другие как бы экраны. По факту экран, как секция, она одна, просто запускается фрагмент из разных, просто запускается контент из разных так называемых фрагментов. То есть в данном случае, допустим, если у вас интернет-магазин, то мобильное приложение для интернет-магазина, то у нас есть один главный экран Main Activity, у которого по умолчанию загружен главный фрагмент. Главное, да, нажимаете на каталог, загружается фрагмент каталог. То есть по факту это как бы, да, отдельные экраны, но технически экран один, Main Activity, то есть само Activity, в которое загружаются фрагменты. И вот эти подэкраны все, они имеют визуальную часть и программную часть. Визуальная часть представлена в виде XML-верстки и формируется в XML-шаблонах, в специальных файлах. Так, программная часть, она представлена в виде Kotlin-классов и, собственно, и формируется в виде Kotlin-классов. Смотрите, я вам сейчас покажу. Мы вот заходим в папочку App, да, тут Java под папка, вот эту под папку, становимся на нее, правая кнопка мыши, New, вот у нас есть, смотрите, Main Activity, наши Activity. Здесь мы, правая кнопка мыши, New, фрагмент и пустой фрагмент, да, фрагмент-бланк, называем там его тот же, каталог. И я обычно вот эту приписку, фрагмент, убираю всегда. И создается у нас фрагмент. Вот, смотрите, у нас создался фрагмент. Вот он, собственно, Kotlin-класс. А если мы откроем папочку Res, под папку Layout, вот он, XML-шаблон. То есть, что мы делаем? В XML-шаблон, когда мы заходим, мы перемещаемся сразу на вкладку Code. И у нас здесь есть некий TextView. Здесь мы наполняем визуально, то есть создаем наш экран визуально. Размещаем элементы и определяем их внешний вид. А в самом кодном классе навешиваем некий функционал. То есть, например, если у нас есть кнопка и текстовое поле, и при нажатии, при табе по кнопке мы должны в какое-то текстовое поле записывать какую-то информацию, то создание самого текстового поля и кнопки происходит вот здесь, в XML-шаблоне. А сам функционал прослушивателя нажатия и после нажатия прописывания метода, который будет записывать, собственно, что там наше текстовое поле после нажатия на кнопку, этот функционал мы прописываем в Kotlin-классе. Но как нам связать вот этот XML-шаблон и Kotlin-класс, чтобы у нас все хорошо работало? Для этого используются ViewBinding. Для этого мы идем в Gradle Script, вот этот Build Gradle Model Applications File. Идем сюда и вставляем вот такой код, через который подключаем ViewBinding. Ссылочка. Кликаем по ссылочке и синхронизируем проект. И дальше мы идем, допустим, в тот же каталог. Здесь просто создаем кнопку, button, просто создаем виджет, нам нужен AppCompate button. Указываем величие, ширину во весь экран, ширину, во всю ширину экрана, по высоте, по контенту. И закрываем этот виджет, вот так он у нас одинарный. И нам во FrameLayout нужно компоновать как-то элементы. Если мы так оставим, все у нас воткнется в левый верхний угол. Поэтому здесь мы используем компоновщик ConstraintLayout. Он у нас по ширине во весь родитель и по высоте во весь родитель. Здесь просто вот так вот закрываем и создается вторая половина. То есть у нас открывающая часть виджета ConstraintLayout и закрывающая часть. И внутри вот этого виджета мы должны как раз таки поместить весь код, который у нас будет. То есть идет сам фрагмент. То есть смотрите, какая у нас, какие слои будут. У нас будет слой MainActivity, то есть сам экран. В зависимости от того, что мы делаем, подгружаются различные фрагменты. В этот MainActivity загружается слой FrameLayout. Внутри этого слоя FrameLayout есть компоновщик ConstraintLayout. И в нужной части ConstraintLayout у нас уже виджеты. Здесь красный подчеркивается, потому что внутри ConstraintLayout мне нужно указывать позиционирование. Я разделаю так, значит, позиционирую, спозиционирую. Начал вводить AppLayout. Подчеркивается красный, подчеркивается белый. Потому что у меня нету, не импортирован, эта декларация не импортирована. Options. Enter, если на Windows, Alt, Enter нажимаете. Здесь выбираем вот это Top, Top, Bottom, Off. Но я буду, ну я говорю, что размещаю верхний край этого виджета к верхнему краю родителя. То есть к верхнему краю ConstraintLayout. Ну и, собственно, я не буду здесь ни текст на кнопку вешать, ничего не буду, не будем терять времени. И, собственно, у нас есть текстовое поле, которое у нас по ширине на всего родителя сделаем, а по высоте по врат контенту. И теперь у нас требует от нас позиционирование по вертикали, потому что по горизонтали растянуто на весь экран, собственно, так же, как и здесь у кнопки. Мы растянули по горизонтали на весь экран, по вертикали мы спозиционировали его. И тут, собственно, суть та же самая. Обращаемся в AppLayout. Выберем Bottom, Bottom, Off. Здесь исправим. Вверх виджета, к низу вот этого виджета. Для этого, для того, чтобы правильно спозиционировать, а чтобы мы могли влиять на нашу XML-верстку, нам нужно указать ID-шник у этого виджета. Вводим ID, Android ID, собака ID и, допустим, индивидуальный идентификатор BAT. Не важно. Здесь мы говорим вверх этого виджета, позиционируем к низу виджета с ID-шником BAT. Ну и, конечно, текстового поля. Давайте также создадим индивидуальный идентификатор. Он нам понадобится для взаимодействия. Все, у нас уже есть. Ну, хотя я бы, честно говоря, я по поводу TextView, я бы сделал бы вот так вот здесь. AppCompateTextView. Не будем больше ничего менять. У нас обзорный урок. Идем теперь в каталог. И здесь мы вот это все шаблонное удаляем. Здесь мы downcreateView метода удаляем, где наполнение происходит всего... Когда мы загружаемся в фрагмент, происходит наполнение нашими виджетами, нашей версткой, нашего фрагмента. И вот этот объект удаляем. Мы подключили с вами ViewBinding. Поэтому нам нужно здесь создать объект ViewBinding. Мы его называем как ViewBinding. Он у нас будет относиться к классу... У нас называется фрагмент каталог. Поэтому здесь мы пишем CatalogBinding. И обязательно делаем этот объект нулабельным. То есть мы его еще не проинициализировали, мы просто его создали. Я очень часто вижу вот такие вещи. Я очень часто вижу вот такие вещи. Не делайте так. По правилам чистого кода нужно, если мы какой-то объект сначала не инициализируем, а просто создаем. Делаем его, во-первых, private. Если нужно потом с ним работать где-то в другом месте, потом сделать его пабликом. И указываем, да, даем название, указываем, к какому классу он у нас относится. CatalogBinding. И обязательно делаем его нулабельным. Так нужно и делать. Дальше здесь инициализируем уже наш объект бандинга через каталог Binding Inflate. И вот смотрите, чтобы помнить, как это делаем, берем здесь Inflator, как вот здесь прописываем внизу, и здесь нужно вернуть наш фрагмент, чтобы он как бы на экране отобратился. Обращаемся сразу к объекту Binding и вызываем root. Все отлично. Итак, нам нужно сделать, чтобы при нажатии по кнопке у нас происходила запись в наше текстовое поле. Если мы вернемся в нашу XML верстку, то есть у нас благодаря вьюбайгинга соединена связь между XML-шаблонами и Kotlin классом. У нас у кнопки ID-шник BAT, у текстового поля ID-шник REST. Что нужно сделать? Нужно навешать прослушиватель события на нашу кнопку. Для этого через объект Binding мы обращаемся к нашей кнопке по ID-шнику. Вот у нас BAT. Дальше навешиваем прослушиватель события SetOnClickListener. У нас кнопка, как любой виджет, является экземпляром класса View. Поэтому мы обращаемся к классу View и вызываем специальный интерфейс OnClickListener, в котором прописываются события нажатия. И здесь мы должны прописать внутри этого интерфейса, что у нас должно происходить при нажатии на кнопку. Мы обращаемся к нашему уже текстовому полю, к его атрибуту Text, в котором содержится именно тот контент, который отображается в текстовом поле. И указываем, что же мы хотим здесь написать. И все, вот функционал срабатывает. Хотя правильно, это уже тема для следующего урока, все через ресурсы делать. Собственно, что вам нужно знать на старте? Вам нужно знать на старте следующее, что существует подход, в котором у нас главным слоем является activity, в нашей activity, в которой по умолчанию записывается определенный фрагмент. А затем, в зависимости от того, что делает пользователь, куда нажимает, то есть как двигаться по навигации, мы загружаем различные фрагменты. Эти фрагменты по факту являются экранами. Но технически экран один. MainActivity просто загружается весь этот контент из фрагментов. Каждый этот экран, как бы фрагмент, он состоит из двух файлов. XML-шаблон, то есть XML-файл, в котором мы делаем внешний вид наших экранов, и Kotlin Plus, в котором содержится его функциональная часть. Для того, чтобы соединить нашу верстку в XML с нашей функциональной частью в Kotlin-классе, мы используем подход ViewBinding, который я вам тут продемонстрировал. Для этого мы в верстке создаем виджеты с ID-шниками, а в Kotlin-классе мы создаем объект байдинга, через этот ID-шник, с помощью объекта байдинга, обращаемся к каждому виджету и взаимодействуем с ним. Собственно, в этом и суть классического подхода через XML. Конечно, дальше нужно изучать множество нюансов, структуру проекта, как работать с ресурсами и работа с основными виджетами. Ну и, конечно, мы никуда не можем деться в библиотеке Material Design. Это, собственно, составляет основу Android-разработки, именно фундамент, на котором все строится. Ну, в целом, это первое, что я вам хотел рассказать. Особенно это то, что я хотел вам рассказать именно сегодня, чтобы вы не путались и правильные вещи делали. Потому что вот здесь вот эти вещи, которые я вам показал, неправильные не делать, инициализируем, создаем нулабельное, потом инициализируем обязательно. То есть, программируйте правильно, потому что проблема доступности информации в том, что очень многое, особенно в Android-разработке, то, что вы найдете в интернете, оно все неправильно. Нужно очень сильно фильтровать информацию. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabook. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok